Вот представим, что вы полностью определились с тем, какие дреды вы хотите, нашли своего мастера, сходили и заплелись. Вот у вас есть дреды. И теперь перед вами встают следующие вопросы. Во-первых, что теперь дальше с ними будет происходить? То есть вот они у вас сейчас свежезаплетенные, такие аккуратненькие конусы, скажем так. Наверняка вы знаете, что заплетя дреды один раз, можно с ними потом проходить и месяц, и два, и год, и хоть всю жизнь. Для меня на самом деле самое большое чудо, которое только с дредами связано, это то, что вот эти заплетенные ваши волосы, они в таком виде и будут теперь расти. Покажу вам еще раз поближе свои дреды. У корней вы можете увидеть, что вот эта вот темная часть, вся которая есть из моих собственных волос, это все, что выросло само за те два года, которые я с дредами хожу. Вот эта маленькая часть, которая тут виднеется, это часть, которая осталась от заплетения мастером, и вот эта длина, это уже удлинение каникалоном, которое я делала спустя год после того, как проходила со своими волосами. Вы можете увидеть, что корни мои довольно рыхлые, и в общем-то куча есть таких вот маленьких прядок волос, которые образовались со временем, и тут существует в общем-то два пути, либо корректировать постоянно корни, обращаясь либо к мастеру, либо самому научившись это делать, и плотно каждый раз приплетать, ну в зависимости от собственных желаний, там раз в месяц, ну в три обычно самая средняя чистота, с которой ходят подтягивать корни, но лично, на мой взгляд и на мой вкус, такие рыхлые и с прядками волос корни смотрятся гораздо естественнее, так небрежненько, и это именно то, какие дреды мне нравились, поэтому все мастера заткнули уши, но на подплетение корней я не хожу. Все, что я делаю для того, чтобы как-то контролировать рост дредов, это те манипуляции, которые мастера рекомендуют делать даже тем, кто регулярно ходит подплетается, потому что они важны для того, чтобы дреды росли более равномерными, в них не образовывалась петель, каких-то скосов, это сваливание дредов по длине и взбивание у корней. Два очень простых действия, которые можно делать дома, и вам понадобятся просто ваши дреды и руки. Для того, чтобы сваливать дреды возле корней, необходимо взять дред в руку, зажать его между пальцами, прижать дред к коже головы и производить вот такие закручивающие движения, для того, чтобы все волоски вокруг и те, которые находятся непосредственно в толще вашего дреда, запутывались в структуру дреда, который вы сейчас корректируете. Делать это лучше таким образом, чтобы дред был расположен перпендикулярно к плоскости вашей головы, для того, чтобы его рост был равномерным во все стороны, и чтобы все волоски именно равномерно формировали этот конус, а не направленным в какую-то определенную плоскость. Поэтому вот придерживаем его, либо, если они у вас короткие, или вам удобно, вы можете просто наклонить голову. В общем, принцип понятен. Боже, это, наверное, страшно выглядит для тех, кто вообще не сталкивался с дредами, но все не так страшно, пожалуйста, поверьте. Если вам просто не нравятся дреды, то не травмируйте себе психику и выключите это видео просто. Оно абсолютно для тех, кто так же, как и я, обожает плетеную структуру дредов. Я вообще очень люблю какие-то свитера, какие-то кружева, плетения и вообще вот такие структуристые вещи, поэтому дреды я тоже обожаю. Это просто лучшее, что случалось с моими волосами. Структуру дредов надо любить, если вы хотите их сделать. Со временем, хочу сказать, ваши руки сами научатся чувствовать вот эти мельчайшие волоски, которые есть вокруг, и каким-то интуитивным образом подправлять их, чтобы они именно заплетались в этот дред. Все это просто приходит с опытом, и вообще занятие безмерно умиротворяющее. Это прекрасный массаж для вашей головы. Говоря о том, как часто это делать, то здесь вы полагаетесь на скорость свою индивидуальную, роста ваших волос. В среднем это нужно делать раз в неделю, и на один дред нужно уделять, ну как минимум, минуту. Притом я вам рекомендую именно засекать время по секундной стрелке часов, чтобы именно минуту этому уделить, потому что если делать просто интуитивно на время, то лично я по себе отмечала, что минута кажется очень долгой, и максимум на один дред уделяешь секунд 10. Вот, в общем, это та процедура, которая позволяет вашим дредам расти именно дредами. И второй момент, как я уже сказала, это сваливание волос по длине. Для этого необходимо просто зажать дред между двумя ладонями и делать вот такие вот действия. Это тоже определенный метод релаксации, потому что не требует какой-то сосредоточенности и на этом процессе. Как советуют психологи, когда занимаешься какой-то автоматической мелкой моторикой, в этот момент разуму проще сосредотачиваться на чем-то другом, на каком-то важном в данный момент для вас вопросе, и ответы в такие моменты находятся гораздо плавнее и проще, чем в суете будней. Йоги и восточные течения называют это медитацией. Вот такая своеобразная медитация с дредами вам обеспечена. И если сбивание у корней необходимо для того, чтобы дреды росли дредами, то сваливание по длине нужно для того, чтобы дреды сохраняли как можно дольше свою конусовидную форму, чтобы они росли равномерными по толщине, не образовывалось каких-то уплощений моментами, а это неизбежно, когда дреды перетягиваются головным убором или когда мы просто на них спим, они обязательно перминаются. Также на дредах образуются вот такие штучки, которые называются петельками. Предотвращать появление таких тоже помогает сваливание по длине. Правда, они все равно будут образовываться, особенно после мытья, потому что любое соприкосновение запутанных волос с водой, особенно если с какими-то моющими средствами, ведет к тому, что эта запутанность распутывается, и после мытья образуются вот такие петельки. Опять же, их корректируют мастера, заправляют обратно, но в этом случае я придерживаюсь такого же мнения, что они придают дополнительной естественности и такой эстетической небрежности дредам, поэтому мне они нравятся, я их не трогаю. Пожалуйста, образовывайтесь. Вообще, как-то раз я прочитала на одном из каких-то форумов случай, рассказанный человеком, который носит дреды. Как я поняла, этот рассказчик-корреспондент, и он говорил о том, что его очень удивило. В первый раз, когда он попал в Европу и стал наблюдать за людьми с дредами, я обратила внимание, что очень мало среди них тех, у кого затянуты корни, как вот только что от мастера, и вообще нет как таковой культуры, такого вот щепетильного внимания к тому, чтобы дреды на протяжении всей их носки, даже если это много лет, чтобы они были прям в сок волоску. Мне это очень понравилось, потому что совпало с моим собственным видением. Приятно было убедиться, что такой взгляд тоже поддерживается. Ну и маленькая такая ремарка. Один раз я всё-таки подплетала корни. Это было ровно на первом году носки моих дредов, когда я пришла к мастеру, чтобы удлинить каникалоном. Ну и заодно так получилось, что решили мы мне подплести корни. Я рада, что этот опыт у меня был, потому что опираясь на него, я точно могу сказать, что нет, не хочу подплетать корни. Во-первых, после этого ваши корни обратно становятся такими жёстко торчащими во все стороны. Очень трудно их уложить вот так. Особенно, знаете, у меня довольно жёсткая структура самих волос. И когда они прям вот только затянуты после мастера, это вообще очень болезненно для корней. Их совершенно не уложить как-то вот в горизонтальное хоть немного положение. И к тому же само по себе подплетение такое же болезненное, как и заплетение дредов. Это для меня тоже очень существенный пункт, чтобы не ходить подплетаться. Но я уже в который раз хочу подчеркнуть, что это абсолютно личный выбор каждого. И если вы будете подплетаться постоянно, то ваши корни будут выглядеть очень ухоженно, разметка будет сохраняться геометрически правильной. То есть вот у себя на втором году носки я уже начинаю замечать, что некоторые дреды в любом случае при своём росте захватывают волоски из каких-то других участков. И вот эта чёткость разметки немножко стирается. Хотя в целом, особенно на передних дредах, которые всегда на виду и за которыми больше всего ухаживаешь, разметка абсолютно сохранена, чему я очень рада, потому что нет необходимости такой вот явной всё-таки сходить к мастеру. Могу вам, кстати, сказать по своему же собственному опыту, что даже если забить на сваливание дредов у корней, они всё равно будут расти именно в виде дредов, в виде запутанных волос. И это, я думаю, достигается ещё и тем, что, во-первых, волосы очень неравномерно растут в любом случае у каждого человека, и это создаёт определённый материал для того, чтобы волосы путались. А во-вторых, всё то количество, естественно, выпадающих волос у каждого человека у людей с дредами остаётся в толще дредов. И, соответственно, те кончики, которые обращены в сторону кожи и головы, тоже могут принимать участие вот в этой путанице. Отсюда и такое вот чудо дредов. Сейчас тех людей, которые набрели на это видео случайно, и дреды вас скорее пугают, чем притягивают. Опять предупрежу, что сейчас будет информация, которая может вас травмировать, поэтому выключайте, пока не поздно. Буду говорить о мытье дредов. Так, ладно, предупреждение было, теперь буду рассказывать. Вообще, по поводу мытья дредов существует самое, наверное, большое количество шуток, мифов и каких-то поводов для беспокойства, как со стороны тех, кто хочет заплестись, так и тех, кто иногда оказывается в каком-то общественном транспорте, рядом с людьми и с дредами, в каком-то желании отодвинуться подальше. На самом деле, хочу вам сказать сразу, что дреды моют. Этот вопрос, который часто задают, а как ты ходишь, не мою голову, он просто ставит в тупик, потому что вообще-то я мою голову. И делаю это даже не каким-то специфическим образом, а абсолютно таким же, которым моются обычные волосы. А именно, дреды необходимо намочить, затем их необходимо вспенить, и затем эту пену необходимо смыть. То есть, по-моему, очень похоже на то, как моют волосы. И хотя дреды можно мыть абсолютно так же, как вы привыкли мыть голову, даже можно мыть тем же самым шампунем, которым вы мыли волосы, все же расскажу про несколько тонкостей, которые помогут вам сохранить ваши дреды в их структуре, во-первых, а во-вторых, немножко облегчат сам процесс мытья. Так вот, самое шокирующее для меня, для человека, который мыл голову просто каждый день, стало то, что после заплетения мастер мне сказал, сейчас тебе нельзя будет мыть голову месяц. И я, конечно, от этого присела и подумала, что я очень постараюсь подержаться несколько дней, но вряд ли обещаю, что больше недели. Но на самом деле, когда прошло несколько дней, прошла неделя, и я видела, что, в общем-то, с кожей головы ничего страшного не происходит. Сами по себе дреды на внешний вид никак не выглядят грязнее, и никаких признаков того, что их необходимо помыть, я по ним не вижу. Поэтому мне удалось отходить терпеливо этот месяц, и к исходу этого месяца я даже не чувствовала какой-то острой необходимости прямо вот их помыть, но просто подошел срок. Вот тогда я действительно подумала, что, может быть, мы моем голову слишком часто, когда это просто волосы. Ну, конечно, надеваться некуда, но просто вспоминая тех же наших бабушек и дедушек, у которых был один в неделю банный день, во время которого с их длинными волосами и проводились все клинические процедуры. Может быть, так для волос даже привычнее, естественнее и лучше, потому что за два года хождения с дредами я не заметила никаких изменений кожи головы в какую-то отрицательную сторону, что, в общем-то, очень интересное наблюдение. Несколько слов о моющих средствах. Многие мастера рекомендуют мыть дреды просто с мылом. Расскажу про свои впечатления от этого способа. Однажды я попробовала его. Плюсы такого способа в том, что волосы не остаются какими-то скользкими, гораздо меньше распутываются, гораздо меньше вот этих узелков образуются, про которые я уже говорила. И это благотворно для самой структуры дредов, но не очень приятно именно для самого человека, мне кажется, хотя на вкус дело. Но волосы остаются такими немножко липкими, и нет ощущения такой полной чистоты. Даже после того раза с мылом я, по-моему, перемыла все-таки тогда шампунем сразу же, потому что мне просто не понравилось это ощущение липкости волос после мыла. Мыло, кстати, рекомендуют не просто обычное, а именно дегтярное. Его состав благотворно сказывается на коже головы. Допустим, людям с какой-то повышенной сальностью кожных желез рекомендуют пользоваться дегтярным мылом. Второе, очень распространенный совет от мастеров, распространенное средство для мытья дредов, это дегтярный шампунь, который существует. Но по мне это тоже штука на любителя, потому что и дегтярное мыло, и дегтярный шампунь имеют свой специфический запах. Он никак не неприятный, но просто он специфический. И мне гораздо больше нравится, когда вообще любые сторонние запахи минимализированы. О своих моющих средствах я расскажу чуть-чуть позже. Еще один вариант, который существует распространенный, это специальные шампуни для мытья дредов. Я, правда, такими не пользовалась ни разу, но я знаю, что они существуют, их можно заказать в интернете или найти в специальных магазинах. И, в общем-то, вы можете заморочиться и попробовать найти себе такой шампунь. Я нашла для себя оптимальное моющее средство путем каких-то проб и собственного опыта. И для меня это оказалось абсолютно любой обыкновенный шампунь, который содержит в своем составе минимальное количество силиконов, пенящихся веществ, каких-то отдушек, парабенов, ароматизаторов. В общем, имеет максимально упрощенный состав, минимальное количество ингредиентов, тех самых силиконов, которые и призваны в шампунях делать волосы такими объемными, а другими словами обволакивать их такой скользкой оболочкой. Нам с дредами это совершенно ни к чему, поэтому мы таких шампуней будем избегать. Почему я исключаю еще такие вещи, как дополнительные ароматизаторы, красители, отдушки? Потому что из дредов, как бы вы ни старались, очень трудно вымыть шампунь до такого полного нуля, как это можно сделать из волос. Какая-то часть моющего средства все равно может на волосах остаться. Это совершенно не страшно, и этого не будет вообще никак заметно, ни вам, ни со стороны, но ваша кожа головы будет это чувствовать. Но это просто такой вопрос, больше экологичности, так скажем. Поэтому выбирайте шампуни, изготовленные по какой-то ручной технологии, шампуни из лавочек ручной работы. По поводу того, как часто нужно мыть дреды, я вам хочу дать такой совет, не бросаться в крайности. А то, знаете, некоторые люди с дредами любят, увидев, что за месяц с головой ничего не случается, ставить какие-то эксперименты и опыты, и там по полгода пытаться ходить и не мыть. В общем-то, ничего страшного из-за этого времени не случится. То есть я таких людей видела, и действительно ничего не случается страшного, ни с их головой, ни с дредами, ни с волосами. Но даже если взять элементарно то, что мы живём в городах, и весь вот этот смог, который находится в воздухе, накапливается в дредах, тем более что волосы, это вообще очень пористая, впитывающая вся структура. Поэтому иногда дреды всё-таки тоже стоит мыть. А если говорить именно о себе, то сейчас я мою дреды абсолютно по желанию. В среднем это примерно раз в две недели, иногда чаще, иногда реже. И, в общем-то, такие дела. Ещё такой совет, который очень облегчит мытьё. Но дреды наносятся не сам шампунь непосредственно, а нужная часть шампуня разводится с каким-то количеством воды. Миллилитров 30 шампуня на миллилитров 200 воды. Это гораздо экономнее в плане шампуня, и гораздо удобнее в плане распределения и вспенивания. И ещё для собственного удобства и экономии сил рекомендую вначале промывать отдельно корни волос и уделять им вообще особое внимание для того, чтобы как следует вымыть кожу головы, и отдельно промывать уже длину. Единственное такое существенное для меня отличие при мытье головы с дредами, это то, что их потом не посушишь особо феном, потому что вот эта струя воздуха действует просто на поверхность и не очень проникает вовнутрь дредов, поэтому их проще сушить всё-таки естественным способом, чтобы они просто высыхали сами. Я вам рекомендую выделять какой-то особый день на мытьё ваших дредов, чтобы вам не нужно было куда-то на холод потом после мытья уходить. Ну и ещё небольшая особенность мытья дредов заключается как раз-таки в том, чтобы попытаться избежать образования вот этих узелков. Для кого-то это всё-таки существенно, ну и как бы вообще, чтобы структура плетения ваших дредов сохранялась как можно более качественно и как можно дольше. Рекомендуется вспенивать дреды именно по их длине, а не каким-то вот образом, вы знаете, вот так вот смочаливая в воде, потому что при таких действиях структура точно будет разрушаться, а вот если вы будете их мыть просто вот так, то это ваши дреды совершенно не повредит. Решающее значение это имеет именно при мытье дредов из натуральных волос, потому что каниколон штука очень цепкая, очень сама по себе даже заплетающаяся, поэтому с каниколоном можно не париться. И когда вы будете сушить ваши дреды, я вам также рекомендую промокать их полотенцем, сворачивать их именно по длине, а не как-нибудь в какую-то кашу, потому что пока дреды мокрые, их структура очень легко может нарушиться, лучше быть аккуратнее. И буквально еще пару слов о том, что можно сделать, когда вам вдруг захотелось вернуться к волосам. Здесь путей существует тоже несколько. Очень много людей, которые не сталкивались с дредами, считают, что можно отрастить какую-то часть своих волос и просто состричь. Но мы с вами уже знаем, что это не так, что дреды растут в виде дредов, и отрастить волосы и состричь ту часть, которая дреды, не получится. Поэтому, если речь идет именно о стрижке, то здесь вопрос ребром. Дреды необходимо срезать именно под корень, и я думаю, что это самый простой и спокойный способ. В первом, не придется переживать о том, чтобы восстанавливать структуру волос, которые были на протяжении всего времени носки, в таком натянутом и заплетенном состоянии, что, конечно, как-то сказывается на структуре. Кстати, совершенно не так страшно сказывается, как об этом многие думают, потому что фотографии тех же людей, которые расплетались, и примеры таких волос можно найти в интернете, посмотреть и увидеть, что, в принципе, все там нормально. Просто за такими волосами нужно будет немного поухаживать, но какого-то кардинального изменения структуры волос не случается, потому что, как вы уже узнали, дреды — это просто заплетенные волосы, и ничего такого страшного для волос при изготовлении дредов не происходит. Еще один непосредственный способ вернуться к волосам — это расплести те дреды, которые у вас есть. Это самый, наверное, гуманный способ именно к внешнему виду, потому что вы просто получите обратно те волосы, которые у вас были. Да, дреды можно расплетать, всю эту путаницу можно расплести. Делают это также мастера, как правило, те же, которые и плетут дреды, но это делается еще дольше, чем плетутся дреды, и еще болезненнее, чем они плетутся. Поэтому этот способ точно не для меня. Я для себя уже решила, что когда я захочу вернуться к волосам, моим инструментом будет просто машинка с какой-нибудь минимальной насадкой. Вот, собственно говоря, те два варианта, которые существуют для тех, кто захочет вернуться в какой-то момент к волосам после дредов. Наверное, это все, чем я хотела с вами поделиться именно в этом ролике. Если вы нашли для себя что-то полезное, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, Такая обратная связь с вами будет показателем для меня, что вам понравилось, и стоит записать еще какой-то ролик. Может быть, показать прически, которые можно делать из дредов, или рассказать немножко о том, как можно решить вопрос ношения головных уборов, потому что имеется своя специфика в этом деле. либо рассказать о тех же различиях натуральных волосок, а не колонны. Если что-то из этого вам интересно, то пишите. Буду рада с вами поделиться своими наблюдениями. На этом информативную часть можно считать завершенной. Сейчас будет немножко лирики. Как говорят, дреды — это лучшее, что может случиться с вашими волосами. Я действительно с этим согласна, потому что это безмерно удобно, оригинально. Дреды — это целый образ жизни. Вы совершенно по-другому учитесь воспринимать себя, совершенно по-другому учитесь отвечать за свою точку зрения и за свое видение чего-то. Поэтому, если вы хотите сделать дреды, никак не можете решиться, и что-то вас сдерживает, я вам советую просто попробовать. Если вдруг что-то вам не подойдет, вы всегда сможете вернуться обратно к волосам. Но дреды — это так здорово, что определенно стоит их попробовать, особенно если вы хотите. И я думаю, что такие вещи точно можно себе позволять. Надеюсь, у вас все получится. Вы сможете найти своего мастера и заплести именно те дреды, которые будут вас радовать. И ваша история любви с дредами будет долгой и красивой. Спасибо, что вы досмотрели это видео. Многое, к чему я приходила, это какие-то вещи, найденные просто опытным путем. И удобные лично мне. Я совершенно не призываю никого четко всем этим советам следовать. Но если кому-то что-то оказалось полезным, то я очень этому рада. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok